Барновых вот что такое. Забойно. Более элегантно. Ну, чуть-чуть было бы она посветлее бы. Нет такого, мне кажется. Она забойно будет смотреться. Любая красная. А это только в таком тоне, да? Нет, она есть вот, но вот и не подойдет. Вот она, вот здесь вот лучше видно. Видишь, она какая-то? Видишь, одна? Ну, она такая будет. Видишь, протирит такие. А так здесь это коричневое, а здесь как бы ближе к черному, что ли? Ну, вот смотри, оно вот этот протир будет, вот как раз как солнышко, как бы. Вот смотри. Да. Ну, это уже просто куски разные. Бесинские. А этой почему мне надо? Это девочка, это мальчик. Ну, так ему надо было какой-нибудь орден. Орден у меня, орден у кори. Это в натуре у внучки. Все, приятно, что у меня вот две таких собаки. Куда-то там, в Ростовскую область. Прелесть такая. Лично мне не очень понравилась, потому что крупная. Канва мягкая, очень не крупная, да? Да, да, очень понравилась. Ну, ничего, когда натянут, будет все хорошо. Будет отлично. Что бы хотелось? А, вот так даже, да? Сейчас я тогда пойду посмотрю. Я уже не сказала, что я принесла. Там же он знает, что я всегда книгу принесу. Сижу, читаю, да? Чем дешевле, тем лучше. Вот этот дешевый, недорого. А здесь? Вот этот недорого. Здорово. Мне как-то вот побольше. Этот нравится. Ну, они в одной цене, так что. Тогда делаем бэр. Да? Канва совсем по-другому сейчас тоже вышла. Очень хорошо смотрим. Ну, все, все, сейчас мы заберем. Это лев. Да, спасибо. Я почему-то все время хотела вот немножко как бы с бархатным паспорту, но, наверное, не пошло бы, да? Ну, вархатный паспорту очень дорогой. Она сейчас вообще 6500 квадратных метров. Так и серым. Домик, наверное, на мечту? Да. И лев на мечту, и домик на мечту. Олег на какую мечту? Это у меня сын, чтобы хорошо учиться, смотрим на эту картину и в любом. Ясно. Ну, мечта сбылась у меня. У нас дача появилась. Как замечательно. Сейчас пакетик. И багет этот есть, вот он. Ну, здесь он без золота. Золотом, золотом. А без золота нет? А без золота, можно без золота. Люблю, люблю. Ну, вот это надо тогда другое паспорту. Можно сделать вообще вот так. Вот. Ну, это я так вам. Информация красивая. Красиво? Можно еще, знаете, какой сделать. Можно сделать, нужно сделать вот так. Только надо позеленее взять, вот этот. Но он есть у нас. Сейчас найдем. Он более зелененький такой, поярче. Так, сейчас найдем у него. Наверное, вот этот темный больше нравится. Больше нравится, да? Да, потому что тут сливается этот темный. Вот с листиками гармонирует. И да. Хорошо, давайте тогда вот. Вот этот лучше, конечно. Сейчас мы сделаем кантик небольшой. Вот так. Вот так. Освежим. И будет очень даже хорошо. Сейчас сажарночку мы сделаем. Сажарночку мы сделаем. Сажарночку мы сделаем вот такую тоже легкую. Угу. Да, да, вот хорошо подходит. Вот, смотрите. Да, мне нравится сажарночка. Вот. Она легкая, воздушная. И будет очень-то легко. Вот. Красота. Красота, красота. Здравствуйте, дорогие друзья, рукодельники и рукодельницы. Сегодня я покажу вам новые работы, которые нам принесли на оформление. А вы их оцените. Вот эту картину, вот этот пейзаж написал наш багетчик Дима Егоров. Вот посмотрите, как получилось. Багетик, правда, он взял какой-то уже не наш, а какой-то там свой принес. Ну, получилось симпатичный, на мой взгляд. Еще нам принесли, по-моему, две вот такие графики. Ну, это такое ощущение, что это из какого-то учебника о птицах. Орнитолог какой-то, наверное, рисовал. Может быть, художник писал, но вот что-то о птицах. Посмотрите. Ну, оформили мы ее как графику. Вот посмотрите, как. Это одна. И еще вторая. Ой, и вот еще вторая. Тут черно-белый рисунок, поэтому багет такой серый, потому что много серого на... Ну, а паспорту подбирал сам заказчик, видимо, под свой интерьер. Розовенький. Вот еще графика. Это точно уже графика. Посмотрите. Здесь темно-синее паспорту. Такой графитовый темный багет. И черно-белая графика. Так что графику тоже очень красиво можно оформить. Ну, и мои любимые акварели. Акварель, я думаю, что это Санкт-Петербург, какой-то канал. О, посмотрите, как вот оформлена она. Багетик не тяжелый, тонкий такой. Двойное паспорту, стекло. И такая легкая конструкция. Санкт-Петербург. Так. И еще одна спас на крови. Тоже. Посмотрите, тоже в таком же стиле оформлена. Только здесь паспорту с черным срезом. И тоже тоненький багет. И такая вот легкая конструкция. Ну, что мне еще вам показать? А, нет. Еще одна акварель. И очень интересная акварель. Одна дама принесла нам. Они с мужем создают коллекцию акварелей. Покупают их на, не знаю, на каком-то сайте. Это пастель. Да. Это пастель. Вот такая очаровательная. Решили мы с ней похулиганить. Оформили ярко. Весело. Такая вот симпатичная работа получилась. И вот эта акварель мне очень нравится. Посмотрите, какая она необычная. Видите? Заблудились в трех соснах, называется. Оформили мы ее в шедевральный багет. Вот такой брутальный, деревянный, широкий паспарту, слип. Но она того стоит. Произведение получилось шикарное. Ну, переходим к вышивкам. К нашим любимым. Посмотрите, вышивка бисером. Святая Ирина. Такой формат довольно-таки большой. Со стразами, с бисером. Очень красиво получилось. Довольно большая, крупная икона. Хочу вам показать произведение Евгения Георгиевича очередное. Он принес нам его. Он тоже вышивал ее очень-очень давно. Тут просто какая-то марлечка. Это даже не канва. Я просто удивляюсь, где он взял такую канву, где это можно было. Видимо, совсем тогда еще не было, когда он это вышивал. Она марлечка какая-то наклеена на основную ткань, на основу. И вот он вышивал вот такие бабочки. Было оформлено в простой деревянный багетик. Тоненький. Вот так вот по кромочке. Было немножко зажато. Но вот теперь мы оформили вот так вот багетик с протиром. Очень нравится мне вот это оформление. Это придумала одна из наших заказчиц Людмила. Мне очень нравится это оформление. И вот теперь я его очень часто применяю. Мне нравится это оформление. Кстати сказать, вот эти розы... Ой, е-мое. И вот, кстати, сказать эти розы, это японского автора. Все знают, известная фирма японская. Вот мы ее оформили точно так же. Это вышивка Виталий из Кингисеппа. А вот все мы известные димовские ангелочки. Ну вот, заказчица решила вот так оформить. Сама придумала. Такой багетик оформить их. Такие милашки. Так. Такого плана часы мы уже показывали, только немножко в другом оформлении. Ну вот, решили вам показать еще раз. Видите, тоненький багетик беленький, потому что в квартире все в скандинавском стиле, но вот захотели такой жизнерадостный такие часы сделать. И тем не менее, вот беленький багетик. Получилось очень неплохо. И нашей заказчице из Москвы Татьяны вот такие часы поярче. оригинальные. Мы выбрали багет производства Санкт-Петербург. Мне очень нравится этот багет. Очень хорошая коллекция вот эта. По-моему, получилось достойно очень. Девушку напоследок. Такое самое вкусненькое напоследок. Принесла нам Екатерина из Санкт-Петербурга, наша девушка. Что-то тут насыпалось. Принесла. Вот покровка, которую я тоже купила. Ну, я смотрю, такая сложная работа, такая сложная зашивка, большой формат. Не знаю, как я одолею это все, но буду пробовать. Но не знаю, когда я начну это. Столько хочется вышивать. Вот что не принесут, все хочется вышивать. Это Екатерина наша из Санкт-Петербурга. Вышивка. Так. И вот очень оригинальная работа. Посмотрите, это свадебная метрика. Вышивала это тоже Екатерина из Санкт-Петербурга. Здесь стоит стекло-антиблик, паспарту и тоненький багетик в тон канвы. Вот посмотрите, что получилось. Паспарту в тон стволов деревьев. Вот так сердечком они. Здесь вышито бисером, какими-то, не знаю, пуговками. Но очень красиво, интересно получилось. Метрика. Мне кажется, очень оригинальная. И вот еще три вышивки. Мне очень они тоже понравились. Для кухни просто замечательные. Или для оформления какого-то кафе. Посмотрите. Здесь вышитые овощи. Здесь вышиты фрукты. И третья работа. Тут вышиты перчики и всякие травы. Всякие разные ароматные травы. Перчики. Такие прелестные такие работки. Дело в том, что это прекрасно для кухни. Прямо вызывает аппетит. Или можно в кафе повесить, оформить. Достойно будет выглядеть тоже очень. А, еще у нас есть одна акварель. Прекрасная. Валентина Юрьевна. Вот, посмотрите. Она такая необычная. В стиле шагала. Музыкант. И вот хочу показать вам сову. Принес ее оформлять Анатолий Иванович. Не знаем, сам он вышивал. Или может быть его супруга или дочь. Ну, посмотрите, как красиво получилось. И какая вышивка необыкновенная. Мне очень нравится. Такая необычная. Сова в полете. Или филин в полете. Я не разбираюсь, филин или сова. Плохо я мне с этим делаю. Вот такая прекрасная работа. Ну, и на самое сладенькое. На десерт я оставила вот эту вот работу. Посмотрите. Петитом на страмине. Вышивала быкова Ирина из Санкт-Петербурга. Оформили мы его в багет. Производство Санкт-Петербурга. Без стекла. Но красота невероятная. Очень красиво. Очень. Меленько. Все так акварельно получилось. Замечательно. Очень сложная работа. Очень. Ну, вот так красиво. Результат очень красивый. Я его выставила ВКонтакте. Там уже очень много лайков. Вот такая красота. Это напоследок. Еще хочу напомнить, что 26-го в эту субботу мы приезжаем в Москву. Приходите на Нагорную 23, корпус 1, блин, ремонт. Будем вас там ждать. Попьем чайку, пообщаемся, поболтаем. Похвастайтесь своими вышивками, работами. Может быть и масло, может быть и акварели. Это уже не принципиально, потому что в прошлый раз и работы маслом приносили на оформление очень красивые. И даже раскрасочки приносили. Так что приезжайте, привозите. Мы что, только не прикладывали, как-то все не так. А вот этот, мне показалось, что этот хорошо будет. Он и по тональности очень не совпал. Тут тоже белый фон и такое серо-голубое. И еще хочу сделать такое, даже не объявление, а заявление. Дело в том, что вы знаете, что мне приносят и присылают наборчики, которые я раздаю бесплатно. В основном, конечно же, берут пенсионеры, у кого маленькие пенсии. Всем я предлагаю всегда. Я вижу уже и знаю людей, которые к нам приходят, и поэтому раздаю. И это объявление даже не для тех, кто приходит, а для их родственников. Потому что не один раз уже люди пожилые отказываются брать эти вышивки. А причина простая. Родственники, дети, мужья, жены не верят, что эти наборы я раздаю бесплатно. Они думают, что люди тратят деньги на эти наборы. Нет, мы раздаем действительно их бесплатно. Потому что одна женщина, совсем пожилая, говорит, нет, нет, я не возьму. Мои дети не поверят, что мне дали это бесплатно, что я не потратила деньги. Меня будут дома ругать. Так что не ругайте своих бабушек, дедушек, жен, мужей. Они действительно приносят эти наборы от нас. Мы даем их бесплатно. Потому что люди, которые накупили их когда-то, просто уже перегорели. У них уже другие интересы. Эти наборчики они уже решили не вышивать. И приносят их нам. И мы раздаем. Это на самом деле так. Так что не ругайте своих бабушек, особенно, и мам. Это на самом деле правда. Мы раздаем эти наборы бесплатно. Очень часто мне говорят, мне не поверят, что это бесплатно мне раздали. И вот хочу показать вам. Наконец-то мы дошли до того, что наш мастер разработал шкатулку. Посмотрите, что у нас получилось. Вот что внутри. Вот что снаружи. Шкатулочка. Сверху вышивка. Вот такая красота. Великолепие такое. Здесь багет сверху. Ну, все подбиралось под вышивку, конечно же. Очень красиво получилось. Ну, посмотрим, что скажет хозяйка. Старались аккуратно все сделать, чтобы все было красиво, аккуратно. И вот такая вот шкатулочка получилась. Сейчас это модно. Все стараются делать. Замочки купили все. Уголки вот сюда, видите? Вот, чтобы все уголки обработать красиво. Петли вот такие вот золотые. Ну, чтобы все подходило в тон. Вот такая красота у нас получилась. Туда можно складывать всякие номерочки с рук ребенка. Это вышивка, это Наталья из Санкт-Петербурга. Так что вот принимаем заказы на шкатулке. Стоимость этой шкатулки. Вот в этой шкатулке стоимость 5000. Дело все в том, что стоимость ее будет зависеть от стоимости багета, от тех материалов, которые на нее пойдут, и от размера, конечно же. Но мастер затратил на нее почти два рабочих дня. Так что вот такие замочки симпатичные. Ну, это все продается в Леонардо. Вот, но вот эту фурнитуру покупала, в данном случае, покупала сама заказчица. Вот, ну, мы можем и сами приобретать это все. Но пока делать не будем, запас мы делать не будем, потому что вышивки могут быть разного размера, разные конфигурации, может быть прямоугольные, квадратные. Поэтому мы пока делать запас шкатулки не будем. На этом сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok